Привет-привет, с вами Женя, и мы продолжаем бесконечное лето. В прошлый раз мы увидели, как пионерлагерь Савенок оказался крайне жесток к Семену, отобрав у него пропитание и оставив обреченным на голодную смерть. И вот узнаем, ждет ли его спасение. Эх, уже совсем стемнело, и при любых раскладах ночевать лучше в лагере. Я уже собирался идти назад, как вдруг кто-то бесшумно вынырнул у меня из-за спины. Привет, что тут так поздно делаешь? Эх, передо мной стояла Славя. От неожиданности я даже вздрогнул. Не догнал Ульяну? Она улыбнулась. Я расстроенно кивнул головой и вздохнул. Неудивительно. Никто не может. Да уж, девочка-ракета прямо. Только вот сопла у нее в разные стороны. Ты, наверное, есть хочешь? Поужинать-то не получилось. Действительно, я совсем забыл о голоде. Но после этих ее слов мой желудок явственно напомнил о себе, предательски заурчав. Славя улыбнулась. Ну тогда пойдем. А разве столовая еще открыта? Да ничего, у меня ключи есть. Ключи? Да, у меня от всех помещений лагеря есть ключи. А откуда? Ну, я здесь кто-то вроде помощницы вожатой. Понятно. Ну, пойдем. От такого предложения грех был отказываться. Когда мы вышли на площадь, Славя внезапно остановилась. Извини, мне надо соседку предупредить, что я попозже приду, а то она сама такая пунктуальная, будет волноваться. Ты иди пока к столовой, а я через минутку, хорошо? Ладно. Я никак не ожидал, что в столь поздний час там может быть кто-то кроме меня. И этот кто-то явно безуспешно пытался открыть дверь. Без всякой задней мысли я поднялся на крыльцо. Взломщиком оказалась Алиса. Наверное, стоило подождать в сторонке. Она некоторое время пристально смотрела на меня, а потом сказала... Что стоишь-то? Помоги, что ли? В смысле? В смысле дверь открыть? Зачем? Булок я хочу! С кефиром! Не наелась! Эээ... А может, не стоит? А чем Алиса отпирает дверь? У нее... Я подозреваю максимум, что может быть при себе этот перочинный ножик. Набор отмычек у нее есть. Откуда? И как Семен ей поможет? Чем Семен будет отпирать дверь? Ногтем? Как Остап Бендер. А ты сам не хочешь есть, что ли? Ульянка-то тебе поужинать нормально не дала. Она эхидно ухмыльнулась. И правда... Не дала. Так сейчас Славя придет и... Чё? Похоже, не стоило мне этого говорить. Тогда я отчаливаю. А тебе это припомню. За тобой уже второй должок. С этими словами Алиса скрылась в ночи. А первый-то за что? Ну как за что? Ты же не включил альфача, Семен. Не захотел пообщаться с родной душой. Ай-яй-яй. Славя не заставила себя долго ждать. Всё в порядке? Да, почему ты спрашиваешь? Эх... Семен, это вопрос из разряда «На воре шапка горит». То есть, если бы ты просто сказал «да», было бы нормально. А почему ты спрашиваешь? Заставляет усомниться, что... ты действительно говоришь правду, что всё в порядке. Да нет, просто так. Не стоило рассказывать об Алисе. «Всё в порядке», — сказал я и тут же почувствовал фальшь в своём голосе. «Ну что, пойдём?» А вот Славя, похоже, ничего не заметила. Или, по крайней мере, сделала вид. Мы зашли в столовую. Подожди, я сейчас что-нибудь принесу. Я сел на стул и принялся покорно ждать свою спасительницу. Ужин мой был нехитрым. Несколько булочек и стакан кефира. Знаменитые советские деликатесы. Булочки с кефиром. Не мудрено, голодные пионеры, наверное, съели всё подчистую. Впрочем, это куда лучше, чем большая часть моего обычного рациона. Ммм. Я представил себе рацион Семёна. Роллтон, да? Не парься, запарь лапшу. Пока я ел, Славя сидела напротив и смотрела на меня. Что, у меня что-то на лице? Нет, просто. Она улыбнулась. И как тебе первый день в лагере? Ну, я даже не знаю. Глупо спрашивать у человека, попавшего в одночасье в другую реальность, понравились ли ему меню в столовой, вожатое и отведённое койко-место. Ничего, скоро привыкнешь. Славя мечтательно уставилась в окно. По правде говоря, привыкать к подобному совершенно не хочется. Но ведь она не знает. Или, по крайней мере, хочет, чтобы я думал, что не знает. Ах, Семён. Поверь мне, Славе лучше не знать. Как ты живёшь? Ну, а так, вообще, здесь мило. Надо было как-то прервать неловкое молчание. Да? Без интереса спросила она. Да, здесь так... Хотелось сказать в стиле ретро, но я сдержался. В конце концов, это для меня ретро, а для них? Может, они другой жизни и не знают. Если тут вообще уместно понятие «жизнь». Как? Она внимательно посмотрела на меня. Так, как будто от моего ответа зависело что-то серьёзное. Ну, я не знаю... Мило? Да, тут мило. Так, стоп, 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 стоп. Ну, а так, вообще, здесь мило. Здесь так мило. Здесь так мило, что мило. Да. Пожалуй. Она вновь улыбнулась. Очень хорошо, что ты так думаешь. Почему? Ну, не всем здесь нравится. А тебе? Мне? Да. Нравится. Тут здорово. Тогда не стоит обращать внимание на других. А я не обращаю особо. Славя рассмеялась. Кажется, этот разговор уводил меня куда-то далеко. Совсем не туда, куда я хотел попасть. А вот ты волнуешься. Да? Почему? Ну, когда кто-то так сосредоточенно жуёт. Эх, извини. Ничего. Я никак не мог заставить себя быть более осторожным с этой девочкой. Впрочем, почему именно с ней? С любым местным обитателем. Все они казались совершенно нормальными. Притерно до зубной боли нормальными. Эх. Нормальный. 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 Ну, это... Да, джигурда из меня никакой, если честно. Не как человек-сосед с дрелью в одной руке и сабвуфером в другой. Не как человек-пассажир, слишком уж часто встречающийся в метро и наземном транспорте. Не как человек-коллега, обитающий за соседним столом в опенспейсе. И даже не как человек-знакомый, который от других человеков отличается лишь непонятной назойливостью. Эх, Семён, ты прямо притягиваешь к себе негативных людей. Подобное притягивает подобное. Ммм, задумайся. Все они казались нормальными. Такими, какими должны быть люди, в моём понимании. Со всеми своими недостатками, но без сверхспособностей таких вот человеков. А Славя была ещё и... Милой. Семён, ты другие эпитеты какие-нибудь знаешь? Милый лагерь с милыми девочками, где всё очень милое. И леса милые, и поля милые. Прямо милота одна. Сплошная. Эх, я украдкой посмотрел на неё, не зная, что сказать. Прости, хотела показать тебе лагерь, но совсем забегала сегодня. Да я сам вроде ничего не пропустил. Прям такие ничего-ничего? Она улыбалась так, что мне приходилось от смущения прятать глаза. Ну, откуда я знаю? Я же здесь первый день. Ну хорошо. И что, увидел уже? Площадь, столовую, вот видел, футбольную площадку. А пляж? Только издалека. Обязательно сходи. Или давай вместе сходим. Ну ладно, сходим. Естественность Слави уже начинала меня пугать. Да, сходить с девушкой на пляж, это очень страшно, Семён. Но тут я подумал, а вдруг так всё и должно быть? Вдруг весь этот мир непонятен только мне, а для них он родной? Может быть я попал в прошлое? Да, это бы многое объяснило. Я уже описывал, мне всё меньше и меньше представляется правдоподобным, что в реальном советском прошлом подобный пионерлагерь вообще мог бы существовать. Ну, мы посмотрим ещё дальше, какие в нём порядки. А можно задать глупый вопрос? Нет. Славя улыбнулась и встала из-за стола. Уже поздно. Сам дорогу до Ольги Дмитриевны найдёшь? Найду, конечно, но зачем мне к ней? Поселят тебя к кому-нибудь. Зачем? Наверное, со стороны я выглядел глупо, потому что Славя рассмеялась. Ну, так спать тебе где-то надо? Логично. Ладно, я побежала тогда. Спокойной ночи. Спокойной. Странно, чего это она так внезапно? Моё внимание привлекла связка ключей, торчавшая из двери. Я было собирался догнать Славю, но где она живёт? А стучаться посреди ночи во все подряд домики показалось не лучшей идеей. Так, под... Подождите. Как это было-то? Как это так получилось? Славя попрощалась, ушла, оставила Семёна одного в столовой, не заперла дверь и оставила ключи в двери. Серьёзно? Нет, ну, как бы естественно должно было быть, чтобы они вместе вышли на улицу, Славя заперла дверь, а потом ушла с ключами. Как это... Как так вышло, я не понимаю. Это... По-моему, это какой-то прокол. Как я уже говорил, это не первое моё прохождение, поэтому некоторые выборы затемнены. Это те, которые я уже делал раньше. Игра их запоминает. Ну... Хех. Стоит, наверное, взять ключи, потому что, мало ли, придёт Алиса. Ну, правда, для неё здесь уже ничего не осталось. Ни булочек, ни кефира. Но всё равно, если это ключи от всех помещений, мало ли ещё, куда она захочет пролезть без мыла. Всё же лучше взять. Завтра отдам. О том, мало ли, что тут по ночам творится. Я тут же поёжился, ведь это мне, в первую очередь, стоило опасаться. Ночь хоть и была тёмной, но совсем не тихой. Отовсюду доносилось стрекотание сверчков, пение ночных птиц, шелест деревьев. Внезапно очень захотелось последовать совету славе и поскорее пойти к домику вожатой. Не знаю почему, но вид неизвестного бронзового строителя коммунизма настраивал меня на созидательный лад. Я присел на лавочку и начал прокручивать в голове события минувшего дня. Этим моё созидание и ограничилось. Тут было куда светлее, чем у столовой, да и изредка мимо пробегали запоздавшие пионеры, так что особого страха это место у меня не вызывало. Какой интересный лагерь! Дети без присмотра всюду бегают. Автобус, лагерь, девочки. Я так устал от всего нового и непонятного, что не мог придумать ровным счётом ни единого объяснения всему происходящему. Рядом послышался тихий шорох. Я вздрогнул и посмотрел в ту сторону. Девочка читает книгу. Лена. Я решил подойти и поговорить. Она единственная из новых знакомых, с кем мне не удалось сегодня перекинуться и парой слов. Привет, чего читаешь? Лена от удивления аж подпрыгнула на лавочке. Да, такая смелость со стороны Семёна удивит кого угодно. Извини, не хотел тебя напугать. Ничего. Она покраснела и снова уставилась в книжку. Так, что читаешь? На обложке было написано «Унесённые ветром». Я сейчас представил себе это Семёна так выгнулся, чтобы стоя подсмотреть на обложку «Унесённые ветром». Семёна, ну это некрасиво похвалить книгу. Семёна, ну не лицемерь, ты не читал «Унесённых ветром». Ну, ну серьёзно, ну ты же не читал. Насколько я помню, он сейчас так и скажет. Даже фильм не видел. «Унесённые ветром». не сомневаюсь даже. «Говори правду». Ну то есть нечего сказать, молчи. «Правда, я не читал». Ну вот, вот. Я угадал, ну вернее, я помнил. Я помнил правильно. Но ей кажется, такая литература вполне подходит. Лена, похоже, не собиралась продолжать разговор. «Ну, если я тебе мешаю». «Нет». Не отрывая взгляд от книжки, сказала она. «Можно я тогда посижу с тобой немного?» «Семён, не надо спрашивать у неё можно. Она не твоя мама». «Мам, можно я ещё посижу за компьютером?» «Хочешь сесть? Сядь». «Зачем?» «Ведь и правда зачем?» «Что значит?» «Семён, ты сам не знаешь, чего хочешь?» «Зачем?» «Наверное, просто потому, что очень устал и в компании с кем-то лучше, чем одному. Если ты устал, иди спать». «Ты садишься, потому что устал?» «А может быть получится от неё что-то узнать?» «Я внимательно осмотрел Лену. Ну, давай, давай, просканируй её. С ног до головы, давай, смути её ещё больше». «Хотя нет, вряд ли». «Ну, просто так, не знаю». «А что, нельзя?» «Можно». «Но, если я мешаю...» «Нет, не мешаешь». «Да нет, я могу уйти?» «Всё в порядке». «Семён!» «Ты, вот только попробуй сказать ещё что-то. Ты, ты допросишься, что ей просто придётся тебя послать». «Ну, как не послать, когда так настойчиво просят?» «Семён». «Ну, раз так, я аккуратно сел на край лавочки». «О, очередная прям картина маслом, да? «Пикап мастер» называется. «После такого оживлённого разговора мне меньше всего хотелось находиться здесь, но, кстати, уйти было как-то неудобно». «Вот сперва тебе было неудобно сесть, теперь тебе неудобно встать, всё тебе неудобно. А всё потому, что ты задаёшь дурацкие вопросы». «Нехорошо получилось». Лена ничего не ответила. «Похоже, я выставил себя дураком». «Ну, сама критичность это первый шаг к усовершенствованию, Семён». Будь на её месте допустим Ульянка, наверняка бы меня засмеяла. «А тебе здесь нравится?» Я вспомнил вопрос Славе и решил, что он как нельзя лучше подойдёт для начала разговора. «Да». Она еле заметно улыбнулась. «И мне, наверное, нравится». «Лена явно не очень общительна» и вряд ли в состоянии поддержать непринуждённую беседу ни о чём, как Славя. Но всё же было в ней то, что привлекало внимание. «Да, я догадываюсь, что именно привлекало твоё внимание». Мимолётное видение, как отблеск на очках дождливым осенним вечером, который заставляет обернуться и долго всматриваться в темноту, выискивать там нечто, мелькнувшее на краю поля зрения. Конечно, ты не успел рассмотреть, не успел понять, но почему-то оно показалось таким манящим. «Семён, хватит рассматривать! Хватит!» Лена продолжала читать книгу, не обращая на меня никакого внимания. И слава Богу! не возникало ни малейшего желания расспрашивать её о происходящем в лагере, об этом мире вообще. «Красивая ночь!» «Да». «Как вообще завязать с ней разговор?» «Поздно уже, мне пора». «Да, поздновато». «Спокойной ночи!» «Спокойной!» Что-то в этой девочке мне казалось странным. Вроде бы вполне типичный образ застенчивой скромной пионерки, но загадка Лены заняла своё место в массивном списке загадок этого лагеря, который я вёл у себя в голове. Дело было вечером, делать было нечего. Я направился к домику Ольги Дмитриевны. В окне горел свет. «Привет, Семён! Что-то ты долго?» «Да, гулял, с лагерем знакомился». «Ладно, спать будешь здесь», она указала на одну из кроватей. «Здесь?» «Я несколько удивился». «Ну да, что такого?» «Всё равно других свободных мест нет». «Что значит нет?» «Так, подождите, подожди, подожди». «Они ждали Семёна, она ждала, что он приедет». «Ну, возможно, ну, я затрудняюсь интерпретировать её фразу о том, что она говорила с его родителями. Возможно, как бы должен был приехать какой-то другой мальчик, но Семён материализовался на его место, неважно. Но, чтобы приехать в лагерь, надо путёвку купить, чтобы его ждали, на него должно быть зарезервировано место. Нельзя просто так взять и приехать в лагерь. Что значит нет места? Если нет места, ты не приезжаешь в лагерь». Всё, как это? Вожатая улыбнулась больше из вежливости, как мне показалось. «Ты же хочешь стать порядочным пионером?» Она акцентировала внимание на слове «порядочным». «Да, конечно…» На мгновение я задумался. «Но ты-то не против?» Она как-то странно посмотрела на меня. В её взгляде смешались удивления и что-то вроде обиды. «Пионер должен уважать старших!» Грозно сказала Ольга Дмитриевна. «Да должен, конечно, кто ж спорит!» Пролепетал я в ответ, не понимая, что же не так. «Или ты…» Она пристально посмотрела на меня. От такого взгляда расплавился бы и мифрил, выкованный в самых глубоких подземельях лучшими мастерами гномов. «Что я?» «Да что не так-то?» От обиды и непонимания я перешёл на тон выше. «Взрослых надо называть на «вы!» Нет, конечно, в этом лагере много странного. Но эта девушка, в лучшем случае, на пару лет меня старше. А возможно, младше даже. Но я решил не спорить. Хоть ещё пару минут назад язык бы не повернулся назвать вожатую, особенно взрослой. Надо признать, что крутым характером её природа не обделила. Да и с любым характером в моём положении спорить не пристало. «Как скажете…» Промнямлил я. «Так-то лучше. Вот так и должен себя вести порядочный пионер. А теперь спать!» По правде говоря, я не хотел становиться ни порядочным, ни беспорядочным пионером, ни даже стахастическим. Какой ты умный, Семён. Да и вообще пионером становиться ещё вчера в мои планы никак не входило. «Но какой у меня выбор?» «Не хочешь – заставим!» Кажется, именно этим девизом планировала руководствоваться Ольга Дмитриевна. Я лёг, закрыл глаза и только тогда понял, что за весь день смертельно устал. «Ээээ…» «Ты лёг одетый?» «В штанах, в рубашке» или «Как вы переодеваетесь тут вдвоём?» Ну, она, конечно, так говорит, ничего такого, но есть всё же моменты, которые как-то смущают в данном случае. И, кстати, ещё что выглядит как-то странновато. «А почему они все постоянно ходят в парадной форме?» Ну, как бы… Это непрактично. Она запачкается, помнётся там. В голове что-то ужасно стучало, как будто у извилин началась ночная смена. Однако они, похоже, больше были настроены на выпуск стали проката, чем на работу с тонкой электроникой. Перед глазами пролетал автобус, площадь и памятник, столовая полная пионеров и ехидное лицо Ульянки. И даже воспоминания об Алисе не вызвали каких-то очень уж отрицательных эмоций. А что, если я здесь надолго… Так, день второй. Мне снился сон. Казалось, я нахожусь в каком-то вакууме, а вокруг пустота. Но не только вокруг. Я единственное существо во Вселенной. Как будто она вернулась в некое сингулярное состояние перед самым большим взрывом. И вот-вот что-то должно было произойти. Вдруг я начал слышать голос. Слов не разобрать, но он показался мне знакомым. Голос что-то нежно нашёптывал, как будто убаюкивая. И тут я понял, это был голос той незнакомки из автобуса, той девушки из сна. Но что она хочет мне сказать? Кто она? Я проснулся. Давайте сейчас опять сделаем паузу. Как раз самое удобное время. Начало нового дня. Узнаем, чем же займут Семёна в пионерском лагере. Что-то изменилось здесь в обстановке? Да нет, похоже, ничего. Я так понимаю, это его вещи Семёна. Ну и их просто, как бы сказать, у этого домика есть только один вариант рисунка. Они не стали прорисовывать разные варианты. Поэтому будем считать, что это были вещи Семёна с самого начала. Да. Ну что ж, ладно. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч. Пока-пока.